Более 600 студентов высших и средних учебных заведений Новосибирской и Новосибирской области собрались в Берске для того, чтобы открыть новый трудовой сезон. В течение двух дней ребята состязались в спортивных мероприятиях, играли в интеллектуальные игры, а также демонстрировали свои таланты в творческих конкурсах. Есть определенные площадки по программе, на которых проходят те или иные виды спорта. Допустим, в одно время у нас параллельно, так как народу очень много, параллельно проходит как творчество, это, допустим, авторская песня, оригинальный жанр, так и волейбол, лапта, спортивные площадки. То есть такую массу народу нам нужно где-то задействовать, поэтому у нас все вот так вот очень скомпоновано, разбито, и мы стараемся, чтобы ребята были заняты очень полезными делами, развивали свои творческие и спортивные способности. Тут нет неподготовленных людей. Мы готовились уже, наверное, три недели до того, как сюда приехать. Очень серьезно. А последние дни мы оставались после университета до девяти, до десяти вечера, ждали, пока нас охранники выгоняют. Здесь у нас оригинальный жанр, также у нас авторская песня, то есть все должно быть отработано до секунды, чтобы удивить и поразить зрителя. Программа была весьма насыщенной, разнообразной более десятка различных конкурсов. Призовые места в творческом конкурсе оригинальный жанр и презентация студенческого отряда досталась отряду «Ермах» Новосибирского аграрного университета. В танцевальном батле победила команда из НГУ. В волейболе выиграл отряд «Магистраль» Сибирского института управления в Лапте. Опередили всех ребят из отряда «Азимут». Первое место в интеллектуальном конкурсе «Битва умов», который проводился впервые, заняли студенты из НГПУ. Я приехал как ветеран поддержать, пообщаться с людьми, с молодежью, познакомиться, какие сейчас отряды есть, потому что за последние годы огромное количество новых отрядов появилось. Тур-слёт открыл летний рабочий сезон для студенческих отрядов и дал возможность ребятам проверить свои силы.